Вот кадры, сделанные в четверг. Видно, как автомобили проезжают по луже, а впереди них накатанный лед. Водитель кроссовера пытается тормозить, но машина скользит. И чтобы не протаранить уже разбитый впереди микроавтобус, он врезается в отбойник еще 8 секунд. И в тот же самый микроавтобус из-за гололеда влетает другое попутное авто. Вроде бы ручеек маленький, а проблемы большие. А это вечер пятницы. Ручеек тот же, а участники ДТП новые. Первым в аварию попал водитель Сан-Йонга Артем, который отвозил друга домой. По словам мужчины, у него покрышки всесезонка, но по голому льду не справилась и она. Пересек светофор, впереди был прорыв, и после прорыва машину просто занесло в сторону отбойника. Отбойника. Произошел удар об отбойник. Я попытался машину удержать в своей полосе. В принципе, машина осталась в своей полосе, но после этого получилось еще столкновение с задней части. Вот повреждения от отбойника. А это последствия удара после наезда Нивы-Шевроле. В отечественном внедорожнике ехала семья с детьми. Никто не пострадал, но юные пассажиры получили колоссальный стресс. Их увезли друзья водителя. Спустя 10 минут на этом же месте столкнулись и легковые автомобили. Уже все познакомились, выставили знак аварийной остановки. Затем машина, которая двигалась первая из пострадавших, остановилась у аварийного знака. И вторая машина просто не смогла перед ней затормозить. То есть Киа остановилась? Киа остановилась. А Мексия в нее? А Мексия в нее. А эти кадры сделали сразу после второго ДТП. На дороге лед, битые машины, выступают своего рода знаком для остальных. Здесь лучше не гнать. Ну а спустя 40 минут после ДТП, по словам очевидцев, еще до прибытия полицейских, приехали дорожники. Вот из кузова УАЗика мастер с лопатой обильно посыпает место ледовых побоищ реагентом. Сотрудникам ДПС пришлось зафиксировать, что льда нет. То есть теперь дорога просто вся сырая, а до этого была чистая, сухая. Стоять было невозможно, когда мы вышли из машины, был просто такой гололёд. Тем временем сотрудники водоканала нашли колодец, откуда тек ручей. Вокруг колодца собрался целый консилиум. А что здесь прорвало, да? А вот нужно. Не там, что тут тут будет. А вы сейчас устраните прямо здесь за все это, не будет течь больше? А еще раз устраните. Как выяснилось, в этот колодец вода поступала, судя по всему, со стороны соседних предприятий. С базой что-то построено, свою погоду. А может там мойка есть? Может быть, может быть. Сколько бы коммунальщики не выкачивали воду, колодец все равно заполнялся. Так что пока течет ручей и пока на улице минусовая погода, водителям стоит как можно аккуратнее проезжать это место. А владельцам битых авто наверняка предстоят долгие судебные разбирательства в попытках получить с ответственных лиц компенсацию за ремонт авто. Сергей Пичугин, место происшествия.